Всем привет! Ты смотришь это видео в лайв. Имей ввиду. Не пиши ничего. Так, ну я жду, пока все соберется. Вот все, началось. Всем привет! О чем мы сегодня поговорим? Я сегодня хочу ответить на ваши вопросы, потому что очень много новеньких, и я еще давно не отвечала на глупые вопросы, поэтому я попросила вас написать комментарий. И второе, хотелось бы, если мы до этого дойдем, поговорить чуть-чуть про условные предложения, чуть-чуть про конструкцию wish. Как же она переводится? Я желаю или все-таки мне жаль? И нас уже 300, и мы уже в топе. Пока не собрались чуваки, которые спрашивают про титьки, я оставлю комментарии, но теперь я умею их отключать. Я просто многих знаю по никам, по фоткам, поэтому с удовольствием смотрю, когда вы подсоединяетесь. Здравствуйте, здравствуйте! Тема отличная, я рада, что вам нравится. Я хочу начать отвечать на вопросы. Мне всегда очень одиноко, когда я отключаю комменты. Они мне пока нравятся. Я чувствую себя, что я сама с собой разговариваю. Ну ладно. В общем, ребят, всем новеньким, всем пламенной hello! Я надеюсь, что вы пришли сюда не только карточки купить, но еще и знания получить. Насчет карточек. Все, кто заказал и еще до сих пор не получили трек-номер, это вообще не факт, что я их не отправила. Скорее всего, вам уже их отправили, просто я не справляюсь вот с этим, с таким большим количеством вот этой информации, где надо печатать, еще кому-то отправить и так далее. Мне это все берет очень много времени. Поэтому, возможно, просто ваш трек-номер я вам не отправила. Никаких дополнительных подтверждений, что вот вы оплатили, и вам пришло сразу подтверждение на почту. Такого нет. Блин, я же человек, я просто учительница английского языка. Я не магазин какой-то суперкрутой. Вот, поэтому я, конечно, работаю над этими техническими моментами, но... Да, вот уже начались стюпиды, так что я, наверное, придется отключить вас. Ладно, в общем, я всех вижу, всем здравствуйте. Turn off. Пришлось отключить. А то сейчас начнут называть меня дебилкой, и я не смогу чувствовать уверенность в своих знаниях. А препод должен быть уверен в том, что он говорит, даже если это полная чушь. Итак, давайте начнем отвечать на ваши вопросы, и потом чуть-чуть, да, будем разбавлять. Итак, сяк. Мы такие сегодня игривые. То так, то сяк. Итак, поехали. Это ваши комменты про кость, про ленивую кость и так далее. Хорошо. Вот. Расскажите, пожалуйста, лучшие способы выучить понять грамматику, а то это сложно. Это очень абстрактный вопрос. Вот я вам все равно поставлю лайк, но ладно. Выучите понять грамматику, а то это сложно. Ваш вопрос еще более сложный. Пропускаем. Расскажите, пожалуйста, про устную часть ЕГЭ по-английскому. Пропускаем. Я не ЕГЭшница, к сожалению. Может все времена по чуть-чуть, особенно past perfect. Вас past perfect пугает тем, что у него такое название страшное, скорее всего. Потому что, по сути, время просто суперлегкое. Самые сложные времена – это группы present. Present simple – самое сложное на самом деле. Present continuous. Present perfect continuous. Эти все времена, они самые сложные, потому что там нельзя четко сказать, что только так или сяк употребляется это время. Только в таких случаях. А вот все, что past или future, и дальше уже не важно, какой это future perfect, или там past perfect, или future perfect continuous, это вообще все ерунда. Если вы хорошо понимаете present perfect, то для вас past perfect – это просто вот так, как два пальца об асфальт, наверное. Я до сих пор не знаю, как правильно об асфальт или об асфальт. Неважно. Короче, вам вот эти два пальца очень легко с ними что-то сделать. Piece of cake. Знаете такое выражение, да? Да, лайкаете, знаете. Все равно скажу. Piece of cake – кусок пирога. Вам это все кусок пирога. Кусок пирога. Это же так понятно. Переводится как просто. Это же вам должно быть легкотня. Легкотня. К чему я это вообще? К чему? Я к тому, что если вы знаете present perfect, то вы знаете past perfect. Отличная учительница. Объяснила, называется. Вот мне примерно так же в школе и объясняли. Поэтому, чтобы не быть такой же, как мои школьные учителя, я сделаю здесь паузу. Сама себя поспешила, сама поржала. Это мой стиль. Итак, действие, которое закончилось к настоящему моменту – это present perfect. Когда неважно, когда совершилось действие, только сегодня на марафоне, прям вот с пены у рта объясняло, что какого черта, какого черта вы ставите present perfect, если есть слово when. Когда? Если мы знаем, когда это действие произошло, все, ребята, какой perfect, блин. Вы не имеете права поставить present perfect, если вы используете и дальше поясняете, когда произошло это действие. Потому что, если это present perfect, всем срать, когда произошло действие. Важно только то, что в настоящий момент есть результат этого действия. Например, Кому-то есть дело, что вы кушали с утра, как вы завтракали или что вы вчера ели? Вопрос только в том, где пирог, кто его сожрал. Вот в чем фишка, понимаете? В настоящий момент, где мой пирог? Поэтому, кто-то ответит в present perfect, он скажет I have eaten your cake, I have eaten, он скажет Я сожрал его. Связь обязательно с настоящим. То есть, не важно, когда произошло действие, важно, что оно к настоящему моменту свершилось. Вот и все. Я потерял ключи, а потом, может, я их нашел. Значит, не present perfect. А я потерял ключи, и теперь я стою, смотрю на свой дом, как баран на новый ворот, или как это называется, как баран, короче. Стою, потому что я без ключей, не знаю, что делать. Вот тогда present perfect, дружок мой. I've lost my case. А теперь представьте, что вы об этой ситуации рассказываете про то, как вы стояли у ворот и смотрели на эти двери, да? Кому-то, как бы, истории из прошлого. Прикинь, стою я, значит, как дебил, смотрю на свои ворота, или там на свои двери, квартиры. Знаешь почему? Потому что past perfect. К тому моменту я потерял ключи, прикинь, к тому моменту в прошлом. В общем, если вы уловили эту связь, лайки-шмайки. Молодцы, спасибо. А мы двигаемся дальше. А че я такая перевозбужденная? А вас заводит present perfect так же, как меня? Ладно, я шучу, да? Итак, дальше. Значит, я вам ответила. Айза. Да с какого? Наверное, правильно. Не очень хорошо читаю по-английски. Английские буквы. Я в седьмом классе, и у меня завтра диагностика по-английскому. Очень волнуюсь. Диагностика. Блин, эти тесты ужасные, все эти тестирования дурацкие, которые я ненавидела в школе, теперь называют диагностика. Это как будто болезнь какая-то, и у вас диагностика. Знаете, мне очень сложно говорить об этом, но у вас диагностировали английский. Ну, малышка, не сиди тогда в интернете. Учись, занимайся, что ж теперь делать? Мандаринка, ты чего? 0,4, это, может быть, она 2004 года рождения. Блин, есть люди, которые родились и умеют писать уже. Я просто очень старая, никак не могу здесь не смириться. Есть ли курсы на интермиде? Нет пока, лайк вам. Но будет, наверное. Все, кто интермидеет, я вас приглашаю на марафон. Не сейчас, не сейчас. Стоп, стоп. Он будет в марте. На него уже запись открыта. Стоимость полторы тысячи. Сейчас дайте я запущу первый марафон свой по временам. Он начнется 20 февраля. Все уже люди добавлены в группу. Ждите просто начало. Мне, на самом деле, не очень хочется много говорить о временах. Потому что я все силы по временам кидаю сейчас в этот марафон. И у меня нет моральной столько силы. Вот. Говорить об этом. Кстати, сегодня, ребята, я к чему эту тему-то про кондиционал с вами сегодня хочу загнать, да? Потому что объявляю, давно не было, объявляю акцию 350 рублей. 350 рублей. Знаете на что? На видео кондиционалс. На сайте. Сейчас будет ссылка в шапке профиля. Кто хочет знать все кондиционалс, условные типы предложений? Как они миксд, шмиксд? Как они там между собой мешаются? Что значит я бы, если бы, если я там что-то случилось? Короче, слово если. Если вы употребляете в английском языке слово если, сразу должны сжаться булки. Потому что в этот момент вы должны подумать. Если. Это не просто начать и начать просто дословно переводить все, что идет после слова если. Нельзя так. После слова если вы должны подумать. Какой это тип условных предложений? Почему эта тема такая, она как бы несложная, там простые времена, но они не соответствуют реальности? То есть, если бы я был тобой, я бы пошел. Используем прошедшее время. Окей, это странно. Дальше там будет сочетание past perfect и так далее. Об этом, короче, надо знать отдельно. Для того, чтобы скачать видео, вам нужно перейти будет по ссылке у меня в профиле. Ну, для тех, кто смотрит записи, точно уже там ссылка висит. Я думаю, что акцию сделаем на сутки, нет? Успеете? За сутки. Кто хотел. Кто хочет, тот успеет. Короче, пока этот лайф висит, акция идет. 350 рублей реально. А вообще видео стоили по 750. Полноценный урок про все кондишнлс. Я не думаю, что я буду успевать отвечать на ваши комментарии, на ваши вопросы в директ. Я что-то перестал справляться с этим, честно. Я прям даже ругаюсь себя, что я вам как-то начинаю односложно отвечать. Раньше я всем видео ответы записывала. Уже, я не знаю, не получается. Мне очень стыдно. Ну, ладно. Просто растет количество подписчиков. И я не всегда к этому готова. Никак не могу понять, когда ставить артикли, а когда нет. Часто про них забываю. Какой в них смысл? Легаля спрашивает. Какой вообще смысл в этих артиклях? Ну, вот. Хороший вопрос. Философский, я бы сказала. Нет. В общем, в английском языке такие слова, они все как бы... Смотрите. Вы хотите презентовать какое-то слово, сказать какое-то существительное. Когда вы ведете артикль перед ним, это как бы его слуга. Он такой говорит. Артикль э говорит. За мной как бы там какой-то стол. Хрен пойми какой, я его сам не знаю. Э. 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 Артикль э. Мы не знаем, что за стол. Э. Тейбл. Какой-то стол. И идет артикль the. Он такой. За мной. Между прочим, стол. Ты знаешь, какой. Да? Он такой the пафосный артикль. За мной. The стол. Понимаете? The table. The table. Уже как бы другое отношение к слову стол. Уже все такие, а, стол, стол, точно, стол. А, наверное, это тот стол, который... Сам стол идет к нам. То есть, какой-то определенный стол. Я думаю, что своим сюрреалистическим рассказом я пробила свет на артикле. Значит, что еще по артиклям? А. Множественное число. Артикль э. Даже если этих столов не знает, он с множественным числом вообще не связывается. Он такой, столы? Да ну нафиг! Не пойду. Не буду вести за собой столы. Я маленький, маленький артикль э. Я за собой столы не поведу. Артикль d такой говорит. Э говорит артиклю d. Берите столы. Вон, иди с ними. А d такой. Если это не какие-то столы-столы, те столы какие-то определенные, я и тоже их не беру. Ну и столы, короче, такие, ну ладно, без артикля пойдем. То есть слова во множественном числе, которые не какие-то конкретные столы, которые мы не знаем, что за столы, пойдут без артикля. Вот так. Сейчас придумала. Дальше. Можно трансляцию про использование времен? А, кстати, про d, да, про конкретные, я сейчас просто помню об этом. Вот, например, слово королева, да, не просто queen, а the queen, the queen даже, да, сериал был такой, the queen, чтобы все понимали, что это какая-то конкретная королева. С артиком the. Королева ведет за собой артикль the. Дальше. Можно трансляцию про использование времен? Пшкрн, спрашивает. Человек неуважающий гласное. Использование времен. Разница между present, perfect, past simple и future tense. Present, continuous. Сейчас. Набор, набор слов. Подождите. Perfect, present, perfect и past simple. О, это на целую трансляцию. Это очень много. Есть видео сравнение времен, я там говорю подробно про это все. Это очень долго. Но лайк вам за хороший вопрос. Future tense и present continuous. Давайте вкратце скажу про present continuous и future. Future simple, наверное, да? Итак, и так. Present continuous – это когда мы говорим. Tomorrow I'm going to the zoo. Завтра я иду в зоопарк. Завтра я иду в зоопарк. Я это спланировал. Я это решил. До такой степени, что я как будто бы уже сейчас туда иду. А future simple – это вы еще как бы используете будущее для этого. То есть вы не настолько хорошо решили, ну как бы не настолько четко решили для себя, что вы пойдете завтра в зоопарк. Поэтому вы при помощи вот этого will добавляете нотку такой неуверенности. Tomorrow I will. Я пойду. Пойду. Может не пойду. Либо я сейчас прям решил, что пойду. Спонтанно принято решение. Will. А если конструкция present continuous, вы тоже самое как в русском. Вы говорите, на самом деле вот по сути плевать вообще, что вы употребите. Если вы скажете слово tomorrow, все будет понятно. Никто там не будет копаться в вашей башке и говорит, это он серьезно решил или он еще сомневается. Вы что, пуп земли, чтобы люди там сидели, рассуждали об этом, да? Нет. Как бы скорее всего это не так важно в предложении. Но. Но к чему я это? Например, в русском языке, представьте, вот вы учите русский язык, вы иностранец. И вы спрашиваете. О, скажите, пожалуйста, в чем разница? Я завтра иду в магазин, и я завтра пойду в магазин. И учительница скажет. О, это очень большая разница, да? Да какая там разница? Я пойду в магазин завтра, и я иду в магазин завтра. Ну окей, она такая возьмет эти пальцы свои и начнет оттуда высасывать смысл информации. Она скажет, ну смотри, если ты говоришь, я иду в магазин, просто на кончине с как бы другими словами, то ты как бы, наверное, уже это запланировал, уже авоську поставил у порога. Куда-то собрался, намылился, да? Вот, а если ты говоришь, я пойду, то это просто ты в будущее не пойдешь. Еще, может быть, авоську свою не намылил. Но мы же понимаем, что разницы нет. Вот, и я вас не буду обманывать. Дальше, поехали. Ая Один Джан спрашивает, посоветуйте, пожалуйста, хорошие и не сильно дорогие курсы для начинающих детей 7-8 лет. Ая Джан, вы приходите ко мне на курсы и будете подсказывать своему ребенку. А 7-8 лет не надо мучить детей курсами. Вообще, курсы для детей – это самое бестолковое времяпровождение. Отведите их лучше на спорт, потому что они там все равно будут отвлекаться, прикалываться над учителем, они еще будут знать, что им за это оценки не будут ставить. Ну, серьезно, лучше спорт. Спорт, между прочим, тоже влияет на развитие мозга. Я как бы чемпионка России по каратэ, вы знали, да? Возьму паузу, пока вы будете приходить в себя. Так, дальше. Вы меня слышите нормально? Лайки. Все. Супер. А то вдруг микрофон не работает. И так далее. Да, да, 10 лет я посвятила каратэ и дважды выиграла Россию. Это, наверное, единственное, что повлияло на мой мозг. Больше ничего. Все остальное пришлось доучиваться мы. Учила немецкий в школе и чуть английский аж 12 лет назад. Хотелось бы начать все с нуля. Реально выучите язык самостоятельно? Лучик спрашивает. С малюткой какой-то на аватарке. Так, что я вам могу сказать? Приходите на мой курс Elementary, который начинается 20 февраля. Вот прям с нуля. В 7 часов вечера будут занятия. Места еще есть. Маленькая группа. Так что у меня на сайте. Поняли? Все. А самой? Самой можно продолжать. А вот базу уложить желательно с преподом. Вот. Там будет 8 видео. Эти 8 видео мы с вами будем по чуть-чуть смотреть. Ой. Ой. Чуть не нажала обновить айфон. Сейчас бы тут вам отвечала. Вот. И что еще? А, начальный уровень, короче. Я там 8 видео. Будете смотреть в своем темпе. Будут занятия онлайн. 5 уроков онлайн вечерами. Сильно не буду рекламировать это. Про курсы тоже много отвечать не буду. Потому что реально мест мало. И поэтому как бы у меня нет никакой нужды кого-то уговаривать на них. Понимаете? Потому что реально маленькие-маленькие группы. Поэтому сказала-сказала. Кто хочет, все проверит. Поставил цель поехать учиться по обмену. Не могли бы вы рассказать, какую лексику? А, да-да. Лучик. Я не закончила. Продолжать самим легко. Можно книги просто читать, например, какие-то, да, по уровню. И вы таким образом поддерживаете свой уровень. Но грамматику вы таким образом не выучите сами. Базу надо заложить правильно. Вот. Гизра. Гизраф. Хочет, короче, по обмену поехать. Молодец. Кто вас возьмет? На кого вы хотите себя поменять? Не могли бы вы рассказать, какую лексику важной фразы необходимо знать? Важно знать самую первую грамматику. Базисную. Понять, откуда эти do, does, чтобы об этом уже не думать. Чтобы did правильно поставили. Откуда там have? Почему некоторые начинают свое предложение have, а некоторые do, does. Не по разному какому-то, да, превосходству или не превосходству, по разнице какой-то, да, не по возрасту они отличаются. Вы должны понять, почему именно. Почему именно так или сяк? Что человек хочет сказать, когда он с have начинает вопрос? Ага, present perfect. Ммм, связь с настоящим. Вот это себе надо вдолбить, а потом на это, на все лексику накидать. Вообще чик-чак. Не чак-чак, а чик-чак. В Израиле это значит быстро. Дальше. Расскажите, please. Как шутить на английском? Вот really, please. 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 Please правильно говорить. Please. Поэтому ваш вопрос принадлежит решерам ноль-ноль. Как шутить? Ну, не надо только, знаете, как шутить? Переводить русские шутки. Это, во-первых, не смешно. Особенно игра слов. Вы начинаете, ты не понял, тут просто такая игра слов. Просто тещин язык. You know, you know, mother and law, mother and law. Танк, ага. И вот это они слушают, улыбаются, как бы. Че? Да, ну, при этом улыбаются они как бы извежливаются. Вы думаете, вот я шутник. Айда, молодец. Айда, умничка, пошутил. Всем объяснил тонкости русской души. Не надо так делать. Не надо. Сначала научитесь говорить, потом шутить можно по-английски. Мария, давайте продолжим предлоги. Ой, давайте в другой раз. Хорошая тема. Хочу подготовить какую-нибудь сказку для вас придумать из предлогов. Как понять, какие времена испортить? Понять, что вы хотите сказать. Тема про shoot, wood, might, etc. Есть видео платное по модальным глаголам. Когда будет на него скидка, то сделаем на эту тему лайв. Напоминаю вам, что сегодня, пока смотрите этот лайв, есть скидка на платное видео. Там полноценный видеоурок. Урок длится минут 30, наверное. Ну, длина тут не так важна. Я всю тему туда упихнула. Все. Сжато. Понятно. Все ясно. Без отвлеканий всякие разные темы. Все типы условных предложений. Если вы уровень pre-intermediate, если вы уже закончили уровень elementary или intermediate, то это видео 100% для вас. Если вы up-intermediate, но путаетесь в conditionals, welcome. Но мне кажется, если вы up-intermediate, то вам кажется, что вы путаетесь в conditionals. Потому что up-intermediate, ну серьезно. Вы что? Вообще, что вы здесь делаете? Здесь для начинающих. Или учителей, которые воруют мои фишки. Шучу, я вас люблю. Какое-то сегодня как будто под каким-то действием, да, у нас сегодня live. Это просто очень крепкий эспрессо. Чтобы я дальше не сказала, это будет звучать не в мою пользу. IELTS. Пропускаем вопрос. Не профи в IELTS. Не знаю. Пожалуйста, расскажите о герундиве. Это просто, если вы про герундий, да, то это инговое окончание глагола. Все. Это страшное слово, оно больше, оно уйдет из вашей жизни, если вы просто поймете, что это не болезнь какая-то, а инговое окончание просто глагола. И здесь инговое окончание мы используем, ну когда? Когда мы хотим из существительного, ой, из глагола сделать существительное. Хотим сказать, курить вредно? Или вы хотите сказать, курение вредно? Smoking is bad for your health, for example. Is unhealthy. Smoking is unhealthy. Или мы хотим поставить предлог какой-то. Я боюсь чего-то. Я боюсь летать. Вот нельзя сказать, я боюсь летать. А мы говорим, я боюсь. И дальше предлог, да. Я боюсь от летания. Получается, I'm afraid of flying, например. После предлогов, вам хочется глагол употребить, хренок под носок, придется герунди поставить. Дальше. Правда, предлоги тяжелее, чем времена. Вот допустим. Ответственность за своих клиентов. Ну вот какие примеры? Мы учим responsible for, да? Да, это как будто бы ответственность для своих клиентов. For, для, за. Да, сложнее, чем времена. Как, блин, разобраться с этим? Можете помочь блондинкам? Sunshine, Олечка. Чем я вам могу помочь? Предлоги. Я вам как-то сказала, что учить предлоги, вот сегодняшняя тема предлоги, это то же самое, что сегодняшняя тема буквы B. Нельзя так учить. Вы букву B учите в словах. Вот выучили банан? И такие, там букву B, прикольно. Или там, вы выучили слово корабль? B, сочетание с буквой L, интересно тоже, корабль. Вот, в английском то же самое. Выучили новые слова? Там есть предлог. Такие, интересно, тут предлог. Все понятно. Look at. Responsible for. To look after. Посматривать за кем-то. Вот так. А не так, что... Ой, ладно, сейчас я выучу английский, а завтра или там на следующий год буду учить предлоги. Нет, так это не работает. Расскажите про то, как эффективнее всего развивать свой speaking. Ответ на этот вопрос в последнем слове. Баденкин. ПНГ. ПНГ. Сори, наверное, да, ПНГ имелось в виду. Как свой speaking развивать? Ну как, как? Побольше разговаривать. Разговаривать с самим собой. Окей, все, без шуток. Лайфхак. Во-первых, надо научиться говорить о себе. Потому что про Питера Пэна вы, конечно, сказку можете читать. Ой, но при этом приедете за границу, и до Питера Пэна вряд ли дойдет когда-то диалог. Ну, по трезвяку точно. Поэтому, с чем вы будете сталкиваться, это с историями о себе. Во-первых, всегда вас во время смолток вас будут спрашивать, а ты чем занимаешься, а что ты делаешь, а что ты думаешь об этом, о каких-то простых вещах. Обязательно, что вы думаете про Путина. Вам надо обязательно это просто топик написать. Потому что первое, мне кажется, о чем начнут с вами говорить, там, за первой рюмашкой, да, там, где-то, окей, что я, причем, ну, я не из алкоголизма, да, но я имею в виду, что вы в компании, например, с иностранцами. Как-то они начнут спрашивать, задавать вам вопросы на основе той информации, которую они знают. Они о вас, скорее всего, будут знать только то, что вы русский. Или это будет, или это будет, как сказать, выше всего, что они о вас знают, важное самое для них будет, что вы русский. Ну, русскоговорящий, не знаю, не важно. И вот они будут спрашивать, а ты что думаешь? А что вот, а это правда, что вот это? Сформулируйте свои мысли. Будьте к этому готовы. Подумайте, какие вам слова понадобятся для этого. Вы просто моделируйте ситуации, подумайте, когда в следующий раз мне может пригодиться английский. Вот в этой ситуации. А что он мне может спросить? Вот это, например. И сами с собой начинайте, сами с собой начинайте проговаривать, готовите кушать и говорите. Даже если вы говорите с ошибками, подумайте, что ну хотя бы сейчас у меня было время подумать, пока борщ готовится, да? А когда у меня будет реальная тема, реальный диалог, то я буду, скорее всего, буду говорить то же самое, но при этом еще буду очень нервничать. Поэтому уж лучше я сейчас-то проговорю, действительно подумаю, блин, каждый раз я запинаюсь обо слово, которое, например, значит, тем не менее, да? И вот вы каждый раз думаете, тем не менее, тем не менее, блин, каждый раз я спотыкаюсь об это слово. Посмотрю-ка я его в словаре и напишу-ка я его себе на листочек и приклеиваю перед собой там около этого борща и буду на него поглядывать время от времени. Это работа. И главное говорить, внимание, может быть, сейчас будет шок для вас, если вы готовы к этому, говорить надо вслух. Возможно, вы не знали этого, что только говорить надо вслух, и все упражнения надо делать вслух, потому что в своей башке мы самые умные. Как только надо открыть рот, начинается извержение чужого, там, я не знаю, да, или рождается гоблин. А вот это начинается. Так не должно быть. Дальше. Вы все еще помните, что действует сказка, сказка, сказочная акция. 350 рублей за кондишнлс. Ссылка в шапке профиля. Дальше. Огромное спасибо за лайк, сохраненный в ютюбе. А, за лайф, наверное, да? А то я ваше лайве, у вас проблемы со словом лайв, да? Лайк, лаве, что это? На диктофон записываю. Ты, моя хорошая, на диктофон записывает. Не надо, не надо, не записывайте меня без моего ведома. Так, и вот Боденкин не успокаивается. Лайк тебе за это. Или про то, как сделать индивидуальный план занятий. Сколько времени уделять на грамматику, сколько на говорение и так далее. Мне нравится, что вы используете слово «говорение», оно очень профессиональное. Не, серьезно, обычно все такие «говорение». Ты че, говорение? Так не говорят, говорение. Говорят. Лексический термин. Сколько времени уделять? Как самому составить план? Хороший вопрос, давайте подумаем. Я думаю, что нужно этому, нужно, нужно, нужно. Если вы будете читать книгу и подчеркивать сложные для себя варианты, какую-то книгу по уровню, а не не спрашивайте мне, какие книги, я не знаю, что вы любите, вы просто идете в книжный магазин, желательно профессиональный, где продают учебники английского языка. Там есть адаптированная литература. Сзади написан ваш уровень. Такая здесь шкала. Потому что у меня что-нибудь есть? Нет, здесь нет. Как бы в моей богатой библиотеке здесь просто странно, что не оказалось. Три с половиной книжки. Ну, в общем, короче, там должно быть написано «elementary», «branded», «intimited», там «up-intimited», «advanced». Ну, и вряд ли дальше будет что-то «advanced», наверное, максимум. И вы выбираете по своему уровню, какой-то вы начинающий или там. И подчеркиваете, и там будет встречаться только та грамматика, которую вы обладаете на этом уровне или должны обладать на этом уровне. Та лексика, которая только по вашему уровню. И для себя накидываете. Окей, вот это я тут прокачан хорошо, вот это не понял, потому что грамматику плохо знаю. Что это за формула? Вбиваете ее в Google и ищете. Ну, вот так, наверное. Я не знаю, я же не сама учила язык. У меня всегда был кто-то, какой-то tutor. Ну, ладно, моих учителей лучше не равняться. Вопрос. Что нужно приготовить к марафону неправильной глаголы? Такого нет марафона. Есть марафон «Все времена». А неправильный глагол — это мой новый комплект карточек. Можно подъехать? Или коли? Сейчас. Вот он. Он сейчас стоит 2,5 тысячи рублей. Но они закончились в Москве, и мне нужно будет оттуда, ну, короче, либо из Израиля отправлять, либо туда отправить опять партию. Заказывайте, делайте предзаказ. Просто возьмет капельку больше времени, несколько дней больше, чем из Москвы они разлетались вот так. Дальше. В общем, короче говоря, винтаж. Вы что-то загнались. Спасибо за пост. Люблю ваши посты. За четкость, ясность предложения. Ну, и за иронию, конечно. Спасибо. Как начать думать на английском? Я не знаю, как отвечать на эти вопросы. Но ведь вы задаете такие вопросы, значит, вы реально задумываетесь об этом? Что можно реально сказать и ответить на то, как думать по-английски? Для начала надо быть англичанином или американцем. Как опция, да? А это не религия, в которую можно посвятиться. Обрезаться и все. Я свой. Нет. Здесь все-таки немножко посложнее. Когда вы реально думаете по-английски, когда вы сталкиваетесь с какими-то жизненными явлениями, изначально на английском языке. Ну, например, я сейчас пойду учиться серфингу, и мой учитель будет американец. И он мне будет говорить, вот это не доска. Он мне скажет, board. И все, для меня вот эта доска, которую я в первый раз в жизни вот так вижу близко, для меня это уже не доска, а board. И всегда, наверное, это board, да? Я же сейчас никуда в серфингистскую тему не залезла. Наверное, доска. А что это еще? Может быть, board, конечно. Ну, короче. Или какой-нибудь еще там термин он скажет. Для него уже волны это не wave. И он, как... Это не волна, это wave. И каждый раз, когда он мне будет говорить там, catch the wave, там, лови волну. Все, для меня вот это слово, catch the wave, будет означать не просто перевод, а действие. И вот в этом фишка, когда... Вот, например, билингвов, да, как учат. Им не дают перевод. Им говорят... Take, take, take it. И он такой... Че она мне сует? Может быть, надо взять? Take. И он take it. И все, для него вот это действие take. И вот то же самое. Поэтому, когда... Когда ты... Когда я была в Америке, мне кажется, жила в Америке, когда вот эти айфоны появились. Стали такие первые модели, такие популярные. И вот они были для меня не айфонами, а айфон, да, например. Ну, как-то вот... Все слова, которые для меня были новыми, они в моей голове остались вот так по-английски. И я думала о них, об этих действиях по-английски. Короче говоря, просто поменять среду обитания. Можно это создать искусственно, но просто это сложно. И как бы зачем вам думать по-английски? Вы же живете в России. Это будет очень сложно. Если вы будете жить в России, ходить на работу, говорить по-русски, или там в Украине, не знаю, или там где-то еще, где вы говорите на своем родном языке. И он такой, слушай, че это у нас Володька притормаживает? Да, он думает по-английски. Как бы, да? Вопрос. Что-то с ним не то. Еще продумать по-английски. Продумать по-английски хотел сказать. Короткими предложениями начинаете думать. Все, считаете, вы думаете по-английски. К чему я это? Часто вижу, что проблема... Вот сейчас у меня стартовала группа Printmedia, и я вижу, что не могут сформулировать предложение, молчат. Я говорю, а что вы хотите сказать? Скажите по-русски. И такое бахают. Просто. Я такая, че? Че дайте подумать, чтобы это красиво перевести. Надо быть переводчиком, чтобы перевести то, что вы хотите сказать. Я говорю, так, 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 меняем. Все, меняем. Все, забыли. 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 Заново задаю вопрос. И на уровне улитки отвечаем. То есть, я не знаю, там... Я есть Маша. Вот так. А не то, что мое второе имя, там, а мама зовет меня. Нет, ну, как бы, вот не надо усложнять. Говорите просто. Подлежащие сказуемые, подлежащие сказуемые. Вся сложность, она придет. В какой-то момент, когда вы почувствуете, что вы... Может быть, среди вас есть те, которые скажут, что... А я наоборот говорю как дебил по-английски, с слишком простыми предложениями, короткими. Я чувствую, что я готов больше. Читайте. Читайте. Вот в русском языке то же самое, мы же говорим человеку. У тебя речь, конечно, не бэ, не мэ. Тебе книжки почитать. В английском тоже самое. Дальше. Ой, я почти уже закончила с этими комментариями, да? Снимите трансу. Про артикли. Трансу. Мы в трансе, если что. Это джинклан пишет. Очень сложно, не знаю, что это значит. Анастасия Даня спрашивает. Как быстро запомнить слова? Может лайфхак, что ли? А лайфхак – это мои карточки. Вот это реальный лайфхак. Потому что запоминаем слова при помощи, при помощи, сейчас скажу, интервального повторения. Как будто слово вспоминала. Просто подумала, продолжать говорить про карточки или нет? Вот о чем я подумала. Потому что я не хочу вас задалбливать этим. Но это серьезно сработало в моей жизни. Я думаю, что я хорошо преподаю английский язык, как мне кажется. Ну, судя по вашим лайкам. Мне кажется, что я хорошо преподаю английский из-за того, что я была такая тугодумкая. И мне все так тяжело давалось. Я дружила с такой отличницей. Ой. У нас свет забирали на секундочку. Видели? У меня была подруга-отличница. Вот мы, например, там со школы шли. Я говорю, Ань, пойдем ко мне. Она говорит, ты что, надо же домашку сделать. Я говорю, ну ладно, давай домашку сделаем. И потом встречаемся. Через 15 минут она мне звонит и говорит, ну что, пойдем, глядя. Я такая, ааа, серьезно? Ты выучила, ты сделала домашку? Да, я что там, открыла просто, почитала, ничего серьезного. Приходим в школу, у меня три, у нее пять. Думаю, сволочь, гори в аду. Как так? Как так? Она реально, она выходит к доске. Она говорит, там, Аня, к доске. Не думаю, что Аня меня смотрит, ну ладно. Она такая, да, да, сейчас отвечать буду. Ага, ага. И вот так, раз, одним глазком в учебник. И просто выходит, и слово в слово тарабанит. Это нормально? Я, чтобы ответить, должна была это все зубрить, учить. У меня никогда не было синдрома отличника. Этот страшный синдром меня прошел стороной. Мама докажет. Мама, лайк. Так, это же не мама моя сейчас лайкала. Нет, нет. Люди, которые думают, что они моя мама. Значит, смотрите, что-то у вас подозрительно много. В общем, мне очень тяжело давалось, поэтому мне хотелось, чтобы мне объяснили так просто, чтобы вот раз и все. Вот мне папа так объяснял, например, историю. Я там спросила, и он мне говорит, ну вот смотри, вот эти гады взяли и напали, а мы им, между прочим, я такая, а, понятно. Жалко, что нельзя так в школе отвечать. Да, надо пересказывать параграф слово в слово. Но, по большому счету, вот какая-то общая картина, она рождается. Вот то же самое в английском. У меня вот с этим были проблемы. Сколько мы эти времена учили? Для меня это просто как были какие-то страшные формулы. Я видела always слова. Я знала, что, я знаю, где это по моей табличке. Слева в верхнем углу. Так, формулу сюда переписываю. То, что, если там было написано a cat, я уже не знала, что это значит it, или he, she, да, например, что надо было, the cat likes to drink milk, например, да. Я уже не знала, что s надо поставить, потому что в моей таблице было написано, если he, she, it, то надо поставить s. Но тут ни he, ни she, ни it. Поэтому я не ставила ничего. И получал свой три бан. Ну вот так. Поэтому, поэтому меня, кто меня давно смотрит, знает, что я вообще недолюбливаю учителей с детства. Поэтому я училка, а не учительница и не педагог. Педагог. Ой, про Google to be. Улан, ты чё, сервер? To be. Проснулся. Давай уже приходи ко мне на курс. To be. В конце концов. Вообще, я этот человек, который первый ставит лайк, по рейтингам просто побивает всё. Комментарии на каждом лайфе, ты со мной. Вообще, мой самый-самый верный фанат и друг. Что за марафон? Что за марафон? Марафон про все времена. Ну, он будет только в марте. Так что, цена ему полторы тысячи. Такая маленькая цена специально. Месяц будем заниматься. Изучим все времена. Четыре видео. Ну, об этом я буду подробнее говорить ближе к делу, окей? Ну, если вы хотите зарезервировать своё место, то на сайте есть такое отделение-марафон. Вообще, на сайте вы можете видеть, есть видео-уроки. Видео-уроки это маленькие, ну, как бы не маленькие, там полчасовой, там, например, урок полноценный, где я вам рассказываю какую-то тему, раскрываю, например, вот как сегодня у нас действуют акции на кондишнлс, на условные предложения. 350 рублей один день. Там вот вся тема кондишнлс раскрыта. Вот полностью вы можете сказать, условные предложения, мой конёк. Я их понял, потому что я посмотрел видео, я теперь могу делать любые упражнения из интернета. И если я не пойму, где что и как, почему поставили, так, а не сяк, то я знаю, где искать ответ. Посмотрю-ка я это видео заново с какой-то там определенной минуты, и мне Мария объяснит чётко, почему, где какой тип условный. Вот, например, снимите как-нибудь лайф не про английский, а просто. О чём я буду вам рассказывать? Как я, не знаю что. Ладно. Почему я ставлю гитару на заднем фоне, например, да? Чтобы казалось, что я разносторонняя личность. Чтобы вы там не подумали, что я одним английским включена. И в голове у меня только английский один. Итак, и вот мы, по-моему, вы продолжаете писать, да? Можете, пожалуйста, объяснить разницу. А Элора везде можно использовать? Да, везде, если вы хотите сказать много. Так. Причём, когда вы не хотите париться, исчисляем. Всё, перестаю отвечать на комментарии. У нас есть о чём поговорить. О чём я хотела сказать? Про, про. Раньше было очень удобно. Вы в комментариях писали, где я забылась. Ну ладно. Не важно. Ладно, забыла. А, ну про видео, про видео. Короче говоря. А, я хотела рассказать раскладку на сайте. Кто-то сейчас... Фу, наконец-то, тупая. Да, я ведь сразу запомнил, о чём речь. Скорее всего, кто-то из вас помнил, где я остановилась. Значит, первое, там будет видео. Полностью раскрытая тема в одном видео. Это не курс какой-то, да, долгий. Это вот, вы знаете, модальный глагол и моя слабая тема. Видео 500 рублей. Я его купил. И оно вечно в моём доступе на сайте. Я смотрю, столько, сколько мне влезет. Смотрю и наслаждаюсь. Всё. Окей. Дальше, кондишнлс. Сегодня как раз у него акция, вы подумали. Чё мне платить? 750 рублей, если есть, или там 500 рублей, если сегодня она стоит 350. Как чашечка капучино в шоколаднице. Сейчас же оно у меня открывается на сайте. Я его смотрю, наслаждаюсь. Всем говорю, что я ас в условных предложениях. И так далее. Дальше. Второй раздел. Это, скорее всего, раздел карточки. Два комплекта у меня есть. Один разговорный, другой irregular verbs. Все комплекты разлетелись. Все закончились в Москве. Но действует предзаказ. Комплект, который вы выбрали, разговорный. Там 240 штук. Можете заказать. И чуть подольше просто будет идти. Там по Москве обычно. Из Москвы в Москву он идёт, не знаю, там 3 дня. Ну, не знаю. Реально быстро. Если нет никаких косяков, там праздников на почте и так далее. Сейчас просто будет чуть подольше. Недельки полторы, я думаю, так. Ну, может 2, не знаю. И второе. И третий раздел. Это видеокурсы. По курсам сейчас тоже быстро расскажу. Что вообще у нас есть. Есть курс elementary, видео, плюс уроки онлайн. Мини-группа. 20 февраля в старт. Есть курс pre-intermediate. На него набор больше не будет. Набора больше не будет. По крайней мере, я не планирую. Но по нему будут марафоны. Вот сейчас идёт один марафон по уровню pre-intermediate. Те же самые 8 уроков. 7 уроков. Плюс домашнее задание. Плюс я проверяю. Плюс мы общаемся. Ну, в общем, у нас такой есть communication. Это марафон. Либо всё это можно купить отдельно. Онлайн. Вообще без моего участия. Без марафона. Без ничего. Ждать не надо. Курс elementary полностью от нуля. 8 занятий. И курс pre-intermediate полностью 7 занятий. Сейчас, кстати, pre-intermediate. Там первый урок бесплатно. Можете посмотреть. По 30 минут уроки. Там же домашка. Там же для самостоятельного изучения специально снимала. И четвёртый. Четвёртый там отдел сайта. Это марафон. Марафон именно, который называется «Все времена». Который самый дешёвый. Который супер популярный. Который специально дешёвый. Чтобы все могли себе позволить. Чтобы долго не думать. Он масштабный. Но всё равно с обратной связью. Всё это я просто хотела рассказать. Потому что очень много вопросов в директ. Про то. Расскажите про это. Про сё. Тяжело всем отвечать. Писать. Поэтому кто интересовался. Хотя бы может быть какое-то понимание. Чем я занимаюсь было. Вот. Дальше. Что ещё? Про кондишнлс. Мы хотели сегодня поговорить. Про второй тип условных предложений. Второй тип условных предложений. И про слово «вышь». Скажите, когда мы на... Нет, ладно. Вы мне ничего не скажете. Сколько у нас осталось времени? Блин, мне кажется, сейчас он мне скажет, что у меня эфир закончен. Вполовину зашли. Мы не помним. Ладно. Ну, давайте тогда про «вышь». Про «вышь». Что такое «вышь»? Например, «we wish you am». Это значит, мы желаем тебе хорошего Рождества. «Wish». «I wish you...» и так далее. И дальше, что мы желаем? «I wish you to be...» «Желаю тебе быть...» и так далее. То есть «вышь» слово значит «желать». Но когда оно переводится как «жаль». «Жаль». Тогда, когда мы будем использовать определенную конструкцию. Типа «жаль, что я не знаю французский». «Жаль, что я не знаю». Мы говорим этот «I wish». Но все равно мы уже помним своей головой, что «wish» переводится как «желаю». «Я желаю», как можно «жаль, что я не знаю» начать со слова «я желаю». «Я желаю» знать, правильно? Было бы так все слишком просто, если бы не было бы. «Я желаю» знал. «Я желаю» знал французский. «Я желаю» знал этого человека. «Я желаю видел этот фильм». Другими словами, это «жаль, что я не видел». «Жаль, что я не знаю». Давайте теперь по-английски. «I wish». Дальше. «I wish» просто. «I» и по «simple». «I wish I knew». Это значит «жаль, что я не знаю». Эти предложения самые сложные только из-за того, что мы переводим их как будто бы в отрицании. Хотя при этом, если дословно перевести, «я желаю» знал. «Я желаю» знал французский. Значит «жаль, что я не знаю» французский. Или, например, знаете песню «wish». Сейчас, отдышусь и спою. Нет, петь не буду. Но она поет «wish you were here». Не знаю, кто поет. Сейчас я включу комментарии, вы мне напишите. «Wish you were here» это значит «жаль, что ты здесь». Нет, «жаль, что тебя нет». Или «я желаю wish». Ну не «I wish» она поет, а просто «вышь» она подумала. Я и так звезда, зачем мне местоимение употреблять в предложении? Пусть будет просто «wish». Поэтому «wish you» был здесь. «Желаю» ты был здесь. Поэтому это предложение запишите куда-нибудь, если вы записываете. Я знаю, вы пишете под мои лайфы. «Wish you were here» это «хотел бы, чтобы ты был здесь». «Хотел бы сейчас, но тебя нет» — нереальное предложение. «Wish you were here». Или «I wish I knew him». «Я бы хотел знать». Не знал, а знать. При этом «new» в прошедшем времени. «I wish I could». «I wish I could» это значит «жаль, что я не могу». Или «я хотел, мог». «Я хочу, мог». Или «я бы хотел мочь». Одно и то же значение специально перевожу дословно по-русски, чтобы вы понимали, что откуда растет какое слово. Например, там, у вас кто-то что-то просит. Ну, вы как бы просто не хотите, да? Ну, вы говорите вежливо. Если бы я мог, понимаешь, я не могу, я не могу тебе там вот это вот помочь. Понимаешь, я бы очень хотел. Он говорит «I wish I could». Я бы с удовольствием, если бы я только мог. Да? Не дружите с ним. Скорее всего, он может, просто не хочет. «I wish I could». Понятно? «I wish I could». Эта же конструкция очень сильно пересекается со вторым типом условных предложений, когда «если бы что-то было бы, я бы что-то сделал». Например, «если бы я был на твоем месте». Второй тип условных предложений, мы его отдельно запоминаем как отдельный тип и запоминаем, что есть часть «if», «if» плюс «past simple», запятая, «кома». Помните, «кома», как будто бы в этом моменте вы немножко в «кому» впали, «кома», да? Потому что пауза, пауза такая, «кома», запятая. «Past simple», «кома», «would». Понятно? А че я глаза таращу реально? Просто смотрю на себя и глаза таращу. Итак. «If I…» и дальше «were you…» «If I were you…» запятая «I would». «Если бы я был на твоем месте, я бы…» Почему здесь употребляется «were», а не «was?» У вас сегодня отличная возможность. Есть акция на этом видео, где я об этом рассказываю. Просто устала и нет времени, если честно. Вообще я не делаю так. Типа «Яша Херезада», а дальше платный контент. Нет, это не про меня. Все эти видео, если 350 рублей для вас дорого, то, пожалуйста, смотрите. У меня есть бесплатные видашки по одной минутке. Естественно, я про это снимала. Просто за одну минуту невозможно уложить всю тему, дать достаточное количество примеров. И тем более нормально, объективно, ну вернее адекватно объяснить «mixed type», смешанный тип. Вот, поэтому я и решила снять отдельный видеоурок, который не по кускам там надо собирать, а где вот я села и все рассказала, все, что знаю. Что еще хотела сказать? Хотела, наверное, включить уже комментарии ваши, посмотреть, что вы мне напишете. Turn on. Фразовый глагол между плотием. Turn on. А выключите turn off. Училка, она всегда найдет, что научить и где. Давайте, кроме ладошек, может какие-то вопросы? Только давайте так, кто спросит, возможно ли вы учитесь английский язык по сериалам? Хотя ладно, спрашивайте. Классное, спасибо. Скажите, если вам был полезен этот эфир, что ли, напишите, мне будет приятно. Карточки высылаю, Софи. По всему миру. По всему миру доставка бесплатная. И в Германии в том числе. И более того, есть немецкий счет, на который вам удобно будет отправлять. Какие книги для изучения времен? Есть марафон по изучению времен. Не знаю, какие книги. Ну, вообще книги по изучению грамматики – это Мерфи. Вот, это самое лучшее. И самому можно учить. Просто надо определенным же знанием английского обладать, потому что он не по-русски, не русский. Если я путаюсь в временах, какой у меня уровень? Невозможно сказать. Это не показатель. Например, вот этот курс, ну, марафон по всем временам, он рассчитан от нуля до intermediate. Неважно, вы можете быть нулем, но понимать, зачем нужны эти времена. Что я по-русски там объясняю, в ваше сознание закладываю, что человек имел в виду, когда он говорит про past perfect continuous. Скажите, я такую тоже придумала фишку, ну, для какого-то следующего лайфа. Про past perfect continuous. Про двух мужиков. Сказку про двух мужиков расскажу вам. Которые хвалились своими заслугами до того, как состарились. Расскажу вам. Я так и знала. Две минуты до конца лайф. Я постараюсь его сохранить и залить на YouTube. Знаете, что на YouTube есть предыдущие несколько лайфов тоже. Где можно узнать твой уровень английского? Мой или свой? Где можно узнать? Просто забывайте тест на определение уровня. Как хорошо, что я вас нашла. Спасибо. Здравствуйте. Мне очень приятно. Вообще очень много лестных таких комментариев. пишите в директ, пишите какие-то приятные вещи. Какая цена марафона? Полторы тысячи рублей сейчас. Бонг подходит для обыча, уже устарел. Я не училась, по-моему. Вообще я видела эти старые учебники, не произвели впечатление. Чем кардинально отличается advanced от intermediate? То, что вы замудренные тексты понимаете. Такие тексты, на которых никто в реале не говорит. Пойдет ли начальный курс пятикласснику? Да. Да. Ну, просто там будет вся программа школьная. Как бы пятикласснику, всю школьную программу. Нормально? Ну, почти вся школьная программа. Потому что, по сути, дальше elementary особо школа не уходит. Ну, такая не спецшкола. Что бы я без вас делала? Спасибо. Напишите книжку, сказки про английский. Наверное. А, не обязательно. Уже этих сказок у меня в голове рождается. Все, чтобы только вдолбить в вас правильную информацию. Наборы, кажется, когда с одними и теми же словами. Ну, слушайте, два набора, все, баста. Сколько можно? Два набора. Там одни и те же слова, да. Ну, как бы разные, 240 разных вариаций. А в другом 200. Вся информация на сайте. Ребят, давайте, все, пока. Люблю. Спасибо большое за эфир. Постараюсь.